Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. Сегодня мы с вами поговорим про сметану, рассмотрим ее нутритивную ценность и определим ей место в здоровом рационе. Итак, поехали! Сметана это ферментированный молочнокислый продукт, который производят из сливок путем добавления к ним закваски. Закваской могут быть стрептококи, лактококи, различные молочнокислые бактерии. Сметана должна иметь жирность от 9%. Именно такую минимальную жирность определяет наш российский ГОСТ. Однако в США есть сметана и более низкой жирности есть в том числе обезжиренная сметана. Благодаря высокому количеству жиров, насыщенных жиров в первую очередь, которые здесь представлены стеариновой, пальмитиновой, меристиновой жирными кислотами, сметана имеет высокую калорийность и она гораздо выше, чем калорийность молока. Соответственно и жирорастворимых витаминов в сметане будет больше. Например, витамина А, бета-каротина, ретинола, который в сметане находится в очень легко усвояемой форме, в 7 раз больше, чем в молоке, а витамина Е аж в 10 раз. Все жирорастворимые витамины отлично усваиваются из сметаны. Также я хотела бы заметить, что в сметане достаточно высокое количество холестерина. И именно поэтому сметану людям с нарушением липидного профиля, с атеросклерозом необходимо в рационе строго нормировать. Чем больше жирной сметаны, тем, соответственно, больше количество жиров, больше и насыщенных жиров, и мононенасыщенных, и полиненасыщенных. То есть полиненасыщенные жирные кислоты и мононенасыщенная линва в сметане есть. Но при этом нужно понимать, что основными жирами будут именно насыщенные жирные кислоты. Соотношение жирных кислот в различных видах сметаны примерно 60% насыщенных, и остальные 40% приходится на сумму. Мононенасыщенные плюс полиненасыщенные жирные кислоты. Соотношение омега-3 к омега-6, то есть различных фракций полиненасыщенных жирных кислот, в сметане 20% это примерно 1 к 4, это очень хорошее соотношение. В сметане 10% тоже примерно 1 к 4, в сметане 15% примерно 1 к 6. То есть в принципе соотношение хорошее и для усвоения омега-3, и для усвоения омега-6. Другое дело, что в сметане их достаточно мало, и приоритетными источниками, конечно, омега-3 я сметану назвать не могу. Если мы посмотрим на БЖУ сметаны, то мы увидим, что в сметане также есть белок, примерно 2,6-2,5 грамма на 100 грамм продукта. Но углеводов будет больше, больше 3 грамм на 100 грамм продукта, и жиров будет еще больше. Соответственно, в 20% сметане 20 грамм, в 15% 15 грамм на 100 грамм продукта, и в 10% 10 грамм на 100 грамм продукта. Именно поэтому сметана это продукт жировой, то есть это в основном приоритетный источник будет жиров. Ни белка, ни углеводов, которые в сметане представлены лактозой, молочным сахаром, который, кстати, из сметаны усваивается достаточно хорошо, и людям с лактазной недостаточностью сметана может подойти, как как раз такой молочный сливочный продукт, если они ее любят. Тут нужно смотреть индивидуально, как откликнется организм на данный продукт. Белки в сметане представлены альбуминами, глобулинами, казеином, это белки молока, и, соответственно, они переходят и в сметану. Белок будет полноценный, содержит полный спектр аминокислот, прекрасно усваивается, усвоение будет на 98%. Людям с непереносимостью казеина и аллергии на белок молока, соответственно, нужно быть внимательным к этому продукту. Может быть аллергическая реакция, но эта реакция чисто индивидуальна. Исключать молочные продукты, если у вас нет никаких отрицательных реакций, если вы их любите и умеете нормировать в своем рационе, не нужно. Молочные продукты – это обычная часть всех рекомендаций международных по здоровому питанию. Сколько сметаны включать? Примерно 1 столовая ложка максимум в день. С учетом того, какие еще продукты жирные, животного происхождения, источники насыщенных жиров у вас есть в рационе. По жирности, если вы любите сметану и хотите включать ее часто достаточно в рацион, то это не более 15%. Из 10% сметаны лучше всего усваиваются кальций и фосфор, потому что там они находятся в хорошем соотношении. Большое количество насыщенных жиров в сметане от 15% мешает усвоению кальция. Поэтому именно сметана средней жирности 10%, максимум 15% даст вам самое лучшее усвоение кальция. Но с другой стороны, в сметане достаточно мало кальция и фосфора. Это примерно 9-7% от всей нормы кальция. А норма кальция – это 1000 мг в сутки. Поэтому кальций прекрасно можно набрать из других источников и включать сметану в рацион, потому что вы хотите добрать белка сметаны, добрать фосфор, добрать кальций. Не имеет никакого смысла. Вы можете включать другие продукты, которые являются именно приоритетными источниками данных минералов. Ссылочки на видео по кальцию, фосфору, калию, магнию. Что это за элементы, где содержатся, в какой форме лучше всего усваиваются, из каких продуктов у меня здесь внизу. И давайте сравним калорийность различных видов сметаны. Итак, 20% сметана на 100 г продукта имеет калорийность 206 ккал. Ниже калорийность у сметаны 15%, 162 ккал. И еще ниже 10%, 119 ккал. Поэтому для регулярного использования, конечно, приоритетнее взять сметану меньшей жирности, 10%. По белку здесь примерно одинаково. 2,5% белка в 20% сметане, 2,6% в 15% и 2,7% в 10% сметане. Количество углеводов простых, лактозы, в сметане с уменьшением жирности повышается. То есть меньше всего углеводов будет в сметане 20%, 3,4%. Среднее количество в сметане 15% жира, 3,6% граммов углеводов на 100 г продукта. И в сметане 10% 3,9 г. Количество холестерина также растет. С количеством жирности в сметане 20% на 100 г продукта, 87 мг холестерина. В сметане 15% на 100 г продукта, 64 мг холестерина. И 30 мг холестерина, меньше всего, в сметане 10%. При этом нужно понимать, что холестерин не вреден. Он выполняет множество функций в нашем организме. Он помогает витамину D усваиваться. Соответственно, он участвует в профилактике остеопороза. Укрепляет наши кости и опорно-двигательный аппарат. Также холестерин участвует в синтезе наших стероидных гормонов. Кортизола, альдостерона, гормонов коры надпочечников. И также участвует в синтезе половых гормонов, эстрогенов, тестостеронов. Холестерин нам нужен. Он содержится там, где содержится высокое количество насыщенных жиров. Холестерина в растительных продуктах, таких как семечки, орехи, масла, нет. Просто нужно контролировать количество холестерина в рационе. На сегодняшний день норма по холестерину это 300 мг в сутки. И включать в свое питание вместе с насыщенными жирами. Еще и нужное количество полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, которые связаны с профилактикой атеросклероза. И хочу с вами поделиться несколькими исследованиями по поводу сметаны и ее полезных свойств. Ссылочки на исследование, как всегда, у меня здесь под видео. Можете почитать в свободное время. И первое исследование это сметана, ее ароматические свойства и как они связаны с ферментацией. В результате исследования было выявлено, что вкус ароматические свойства сметаны формируются при липолизе, то есть при распаде, разложении жирных кислот в процессе ферментации. Здесь освобождаются как раз короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутерат, пропионат. Очень важные, кстати, для здоровья нашего кишечника. Они продуцируются в том числе микрофлорой толстой кишки. И также выделяются такие ароматические вещества, как альдегиды, кетоны, которые тоже участвуют в формировании вот этого сливочного вкуса, аромата сметаны. И они влияют, как мы дальше заметим, на потребительское предпочтение при выборе сметаны. Следующее очень интересное исследование проводилось в Бурятии. Здесь выявляли, какие же различные микроорганизмы составляют основу микроорганизмов сметаны и масла. Брали образцы сметаны у пастухов из Бурятии. И в общей сложности в сметане нашли 169 различных родов бактерий, которые принадлежат к 14 типам. Доминирующими были фермикуты 81% и лактобактерии 59%. И здесь огромное количество различных бактерий, которые выделили в сметане. Это говорит о том, что сметана влияет на наш микробиом. Сметана, кстати, является пробиотиком, то есть формирует здоровую микрофлору. При этом нужно учесть, что сметана будет пробиотиком, если в рационе нет большого количества добавленных сахаров и трансжиров. Внизу я скину список тех бактерий, микроорганизмов, которые нашли ученые в сметане. Там много разных названий, можете почитать, посмотреть. Следующее исследование о подборе различных загустителей для улучшения органолептических свойств и вкусовых свойств сметаны с низким количеством жира. Потому что при падении жирности сметана, соответственно, становится такой суховатой. И потребитель уже не делает выбор в пользу обезжирной сметаны. Для него она невкусная. И поэтому ученые и исследователи экспериментируют, добавляя различные загустители, чтобы увеличить вязкость сметаны, улучшить ее способности и сделать ее более сливочной, более жирноватой, маслянистой на вкус. Интересное исследование, которое выяснило то, что вот эта вязкость сметаны, молочность, жирность, сливочность очень влияют на вкусовые свойства и является одним из главных критериев для потребителей при выборе сметаны. Все исследования, кстати, проводились в США и Канаде. Там есть обезжиренная сметана. У нас ее на рынке я не встречала. И следующее исследование говорит о том, что обезжиренная сметана или сметана низкой жирности при добавлении туда пробиотических микроорганизмов сверх того, что там уже есть, может быть прекрасным компонентом функционального питания с высоким содержанием пробиотиков и полезным для микрофлоры человека. Вот такие исследования ведутся. И последнее исследование – это связь жирности сметаны и ее вкус ароматических свойств как раз с потреблением, с потребительским выбором. Итак, ученые сделали следующий вывод, что на первом месте вкус сметаны, ее сливочность, ее маслянистость. На втором месте – это цена, конечно же. Потребитель всегда предпочитает сметану полужирную и жирную, более такую сливочную, сметане обезжиренной. И как самые главные факторы, которые определяют потребительскую способность, ученые отметили, что это молочный жир, вкус вареного, молочного, сливочного, сладкий аромат вот этой молочной кислоты, кислая, отпугивает посетителей. В принципе, то же самое, что и по творогу было. Непрозрачность сметаны, то есть густота, интенсивность цвета. И как вывод этого видео, я хотела бы сказать, выбирайте сметану средней жирности. Обязательно контролируйте количество насыщенных жиров в вашем рационе. Если вы обычно употребляете сметану к выпечке, которую вы еще делаете и на насыщенных жирах, на масле гхи, на кокосовом масле, на сливочном масле, вы должны понимать, что в рационе должен быть баланс. Не только насыщенные жиры должны поступать, но и полиненасыщенные. Озаботьтесь, пожалуйста, тем, чтобы как минимум 2-3 раза в неделю включать в рацион жирную рыбу холодных вод в количестве 170-200 граммов. Если получается больше, то и лучше. Про омега-3, про жирную рыбу холодных вод, почему это все полезно для нашего мозга, для наших сосудов, у меня есть отдельное видео, ссылочка здесь внизу. Также про масло гхи у меня также есть отдельное видео, ссылочка здесь внизу, чтобы вы не обманывались и не думали, что это масло можно есть, не считая его в рацион и не учитывая его калорийность. И не думаю, что оно супер-пупер полезно. Польза и вред каждого продукта определяются его количеством, согласно вашему образу жизни и уровню физической активности. Одному человеку можно включать каждый день по 2 ложки сметаны 10%, а другому человеку максимальное количество это 1 ложка сметаны 10%, 2 раза в неделю. То есть все зависит от индивидуальных факторов. С вами была Мария Сафина, нутрицолог-специалист по здоровому питанию. Увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok